Сергей, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Доброе утро. Здравствуйте. Сергей, ну оценивая выступление президента Украины Владимира Зеленска с призывом давать то оружие, которое поможет нам вернуть нашу землю. Как вы считаете, каков отклик со стороны адресатов? Во-первых, президент выступил не один, а множество раз. Конечно. И каждое выступление его было пронизано этим призывом, потому что от этого критически зависит дальнейшее развитие ситуации на поле боя. А есть консенсус среди всех стран цивилизованного мира, наверное, уже даже и Сербия тоже в этом консенсусе участвует, что нельзя дать Путину выиграть эту войну, нельзя дать авторитарному режиму почувствовать вкус крови и возможность силой захватывать те территории, на которые они положили свой глаз и считают зоной своего влияния. Поэтому отклик есть, вопрос только когда и какое оружие. На сегодняшний день главные дебаты, конечно, это вокруг танков, которые для Украины критичны, для Германии тут ситуация такая, они не хотят давать танки, пока танки не даст США. И похожая модель поведения у Германии уже тоже наблюдалась ранее, поэтому сейчас вот главное этот треугольник как-то расшить. Украина, Германия, США. Вот Польша может быть тем джокером, который ситуацию разрешит, предоставив Украине танки, не дожидаясь санкций от Германии, хотя эти танки немецкого производства и таким образом разблокировав весь этот вот такой небольшой тупик, который возник вокруг танков. Но, повторюсь, и убежден, что танки у нас будут. Вопрос когда и вопрос какие. Будут ли там американские Абрамсы или нет. Американцы используют аргумент, что слишком сложная техника, которая слишком сложно управлять и которая сложна в эксплуатации, много есть топлива и так далее. Но наш аргумент, что Хаймарсы тоже непростая техника, но украинские воины, во-первых, сумели легко ими управлять, научиться управлять, во-вторых, не потеряли ни одного Хаймарса с момента поставок, а Хаймарс существенно изменил ситуацию на поле боя. Общее настроение после всех выступлений президента, что Украина пользуется тотальной поддержкой всего цивилизованного мира, и эта поддержка выражается не только в моральных заявлениях, но и в предоставлении вооружений, которые Рамштайн зафиксирует уже как обязательства каждой из сторон перед Украиной. Действительно, Сергей, вы сказали о том, что это продолжение риторики президента. После 24 февраля, буквально через несколько дней, очень важная фраза, которая уже стала действительно цитатой, ее часто вспоминают и иностранные издания, когда президент сказал, что мне нужно оружие, а не такси. Это когда был ему задан вопрос по поводу, были ли предложения по эвакуации, и мы видим продолжение этой же риторики. Сейчас мы на экране видели и первую леди, Елену Зеленскую, которая тоже в Конгрессе говорила о том, что необходимо предоставить Украине оружие для того, чтобы и обороняться, но и для того, чтобы декупировать украинские территории, которые временно захвачены российской армией. Хотелось бы в продолжении того, что мы сегодня с вами обсуждаем. Мы сегодня много говорили о Германии, говорили о том, что Германия... Я там определенный опрос предоставляла, Deutsche Welle его опубликовала, что жители ФРГ боятся, что война перейдет на их территорию, если Украине будут предоставлены эти танки. На мою риторику у нас был представитель из Германии, немец, и я ему сказала, что, возможно, это проблема в информационной политике в самой Германии, потому что на самом деле тут все абсолютно другое. Если Украина не победит, а она победит, и если не будет предоставлено достаточно вооружения, как раз тогда война перейдет на территорию других стран, Польша и Германия. Что бы вы ответили тем сомневающимся еще странам, не только Германии, которые еще сомневаются в определенных процессах? Тут ответ очень простой. Это борьба не только против агрессора на нашей земле, это борьба за ценности, и это борьба постколониального характера. Поэтому, когда, например, африканские страны смотрят на ситуацию через московские очки, тут очень просто. Это та же самая борьба, которую эти страны проходили 10, 20, 30 лет назад. Мы тут союзники. Касательно Германии, то это борьба за ценности, на которых нынешняя Германия построена. Она построена как общество демократии, равных возможностей, рыночной экономики и, конечно же, создание любых препятствий для восстановления любой диктатуры и авторитарного режима. Поэтому мы как раз боремся с тем злом, которое когда-то повергло всю Европу и вообще весь мир в пучи некоторой мировой войны. Поэтому нам здесь помощь Германии как раз очень нужна. Но, вы знаете, я думаю, что Германия долго раскачивается, но будет быстро ехать, как немецкие машины. Поэтому будет нам предоставлена эта техника, на которую мы очень рассчитываем. Касательно вот в целом этой игры, знаете, в перебрасывание горячей картошки из рук в руки, но она неприятна, потому что каждый день промедление – это потерянные жизни, это потерянные квадратные метры или километры нашей земли, это затягивающийся экономический кризис в этой части Европы. Поэтому в общих интересах предоставить необходимое оружие Украине как можно быстрее. Сергей, а я хотел бы вас спросить. Мы акцентируем внимание на танках «Леопард-2». Это решение, связанное с Берлином. Хотя понятно, что Польша уже заявляет о том, что мы готовы это сделать без добра со стороны ФРГ. Но тут вопрос, сможет ли, потому что одно дело обещать, а другое дело, как мы знаем, что делать. А по вашему мнению, в планах поставок, в планах вооружения, в планах вот такой поддержки, остались ли еще какие-то красные линии для западных партнеров? Если да, то какие они, по вашему мнению? Объясните, что вы видите под красными линиями. Но боязнь эскалации, ядерная, вот это все, знаете, что страшит, что нас страшит. Что нам дать, чтобы Украина победила, но Путина, наверное, не разозлить? Вот в этом плане. Вы знаете, хорошо, что Путин достал свою ядерную дубинку, начал ею махать перед носом всего цивилизованного мира. Во-первых, это всех лишило каких-либо иллюзий в отношении этого деспота. То есть, если кто-то еще считал, что в нем как бы есть остатки цивилизационного какого-то такого поведения, цивилизованного, то его уже никто таким не воспринимает. И, во-вторых, угроза ядерной войны, которую так активно продвигали русские всю осень, она уже дошла на второй план уже после того, как Китай жестко поставил Путина на место, после того, как по поводу этих угроз ему дали, скажем так, очень прозрачные намеки, что будет после этого и с ним, и с Россией, если он дальше будет размахиваться ядерной дубинкой. Эта угроза, например, ядерной войны уже не актуальна. То есть, он перегнул здесь явно палку, переиграл сам себя, и вместо того, чтобы запугать, опять выставил себя полным дураком. Но все равно в целом существует в Европе такой класс людей, которые забыли, за счет чего они стали такие успешные. За счет того, что 70 лет назад, 80 лет назад их деды и прадеды гибли в окопах Второй мировой войны, борясь с этим взлом, которое хотело всю Европу повергнуть в ту пучину, в которую сейчас нас пытается повергнуть Путин. В пучину авторитаризма, диктатуры и уничтожения любых прав человека и любых возможностей для граждан страны жить независимой жизнью, покушения на суверенитет государства. Поэтому эти люди есть, с ними нужно работать, их нужно убеждать. В целом, если бы сейчас Путину вернуть на год назад и сказать, что он спустя 11 месяцев войны будет находиться в международной изоляции, и его даже классические партнеры, как, например, итальянский истеблишмент, сербы, греки, киприоты будут с Украиной, если бы Болгария, которая всегда для Путина была как задний двор, будет тайно поставлять оружие против Путина, как оказалось, вы знаете, на этой неделе стало известно, что Болгария предоставила треть необходимого в первые месяцы войны оружия Украине. Если бы ему об этом всем рассказали, что Германия будет на него санкции накладывать, он бы сказал, что мы говорим бред сумасшедшего. А это последствия его сумасшествия, потому что все его классические партнеры или хотя бы лояльные страны в Европе от него полностью отвернулись. Он полностью проиграл дипломатический фронт, и ему уже не на кого тут опереться. Поэтому, конечно, страхи какие-то остались, но сам Путин сделал все для того, чтобы этих страхов европейцы быстренько избавились и поддерживали Украину. Нося удары по критической инфраструктуре, по энергетике, это многих европейцев, знаете, заставило посмотреть по-другому на него. Потому что одно дело стрелять на фронте против солдат, другое дело повергать в темноту мирное население миллионных городов. И, вы знаете, акцию даже в Европе, когда выключали освещение известных памятников истории, архитектуры, для того, чтобы показать солидарность с Украиной, ну, это для него все вылазит боком. Это его полностью дискредитировало. И, повторюсь, усиливает поддержку Украины. Поэтому страхи есть, но они будут развеяны и убеждены, что нам дадут, в конце концов, нам дадут даже истребители. Но просто нам приходится за это дольше бороться, чем, знаете, мы рассчитывали. Если бы нам дали патриот не сейчас, а год назад, когда мы об этом начали просить, когда просили закрыть небо, то и последствия нашей инфраструктуры, для наших мирных городов были бы намного менее разрушительными. Но мы имеем дело вот с таким вот обществом, демократией, где решения принимаются медленно, но неизбежно в нашу пользу. За что мы, конечно, благодарны. Да, требования не расширять НАТО на восточном фланге, привели к тому, что... Это все делает сам, да, и вот тут уже Борис Джонсон в Давосе сказал, что есть один человек, который сам ведет Украину, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО, и это Путин, да. Ну, фактически так это и выглядит. Сергей, я как раз, пользуясь случаем, хочу еще спросить. Видите, вы знаете, ну, по долгу службы вам тоже иногда приходится смотреть, что говорят на российских телеканалах. Какая-то такая дополнительная риторика появляется. Вчерашний вечер на одном из каналов. Итог выступлений одного из гостей, которые, в принципе, смотрю, поддержали, по картинке поддержали даже и участники другие. Итог таков, цитирую, поражение России невозможно, даже если произойдет возврат новых территорий. Это не поражение. Какой-то каламбур, возможно, но как бы вы прокомментировали, это к чему, для кого и зачем? Как, отрицательное наступление, да, это называется? Да, да. Доброй воли, жесты, жесты, ждем. Ну, им очень сложно. У них ведь придумана реальность. Я напомню, что в этой реальности спикер войны Коношенков еще осенью рассказывал, что они уничтожали боевые машины пехоты Брэдли, которые Украина начнет получать только эти в этом году. Они уже тогда их уничтожали. Я не говорю там о том количестве хаймерсов, которые они якобы уничтожили и так дальше. То есть у них придуманная реальность. И, кстати, уже некоторые даже военкоры, которые, в отличие от политиков или генералов, сидят в окопах вместе со своими же солдатами, понимают, как их обманывают. И уже это их бесит тоже, их московских этих, не московских, российских военкоров. Но нам плевать на какие у них там разборки, пусть друг друга перегрызут горло. Ложь – это и неизбежный атрибут любой диктатуры, любого авторитаризма, с которым они идут в масле для того, чтобы заручиться поддержкой. Вот видите ли, в России та часть общества, которая еще способна мыслить, она или сбежала, или сидит по тюрьмам. Основная масса, конечно, продолжает поддерживать Путина. Но так же было и в зацистской Германии. Они верили своему фюреру до последнего дня. А потом, когда уже режим Гитлера пал, их спрашивали, как же так? Они говорят, ну, мы были в неведении, мы не понимали. Вот сейчас в неведении никому сказать не выйдет, потому что есть возможность получать правдивую информацию, альтернативную пропаганду. Очень просто. Заходишь в социальные сети, в YouTube, заходишь в Telegram, и все это видишь, как на самом деле все происходит. Отвернуться и сказать, что я не знаю, что было, ты не сможешь. Поэтому им придется, конечно, российскому обществу пройти процессы искупления грехов, и это будет болезненный для них процесс, и будет стоить им очень дорого. Но нас это меньше всего должно беспокоить. Касательно вранья, который они транслируют, то оно настолько изощренное, что иногда выглядит смешно. Отрисательное наступление или потеря вновь оплетенных территорий, для них это будет тоже, наверное, позитив. Они ищут уже риторические какие-то испражнения, чтобы это в эфирах своих пропагандистов объяснить. Почему? Хорошо то, что они такой кровью завоевали агрессивную войну против Украины. Сергей, по поводу трансляции разных моментов нарративов, сигналов. Точно знаю, что вы смотрели, возможно, и с мемами какими-то ознакомливались по этому поводу, о размещении вот этих зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1» на зданиях разных. Да, в Москве, в частности, на здании Минобороны. А кому и что это транслирует, по вашему мнению? Ну, во-первых, я не до конца не уверен вообще, что там происходит. Насколько мы можем оперировать данными, что это установка систем ПВО на крышах российских, на московских зданий. Вы уверены в этом, что так оно и есть? Потому что та картинка, которую мы видим, она выглядит, конечно, позорно. Что они начинали войну с ритурикой захватим Киев за три дня, а сейчас строят инфраструктуру, чтобы защищать российское, московское небо от украинских сил, которые, по-моему, уже весь мир, так сказать говоря, признал, что эту войну выиграть просто на территории Украины невозможно. То есть должна быть постоянная угроза территории России для того, чтобы российское общество начало по-другому реагировать на эти вызовы и начало своего диктатора ставить тоже на место. То есть мы должны держать постоянно их в тонусе. И удары, которые происходят время от времени на территории России, это соответствие той концепции, которую генерал Залужный излагал в экономист о том, что, скажем так, находиться в тонусе должна быть вся система военной машины на территории России тоже из-за риска постоянных угроз с украинской стороны. То есть они должны чувствовать войну на своей территории. Ну и, конечно же, уже весь мир цивилизованный, который наши союзники, уже поменял свою риторику. Если раньше они считали крайне рискованным и, возможно, ненужным наносить удары там по территории Крыма, то сейчас такой риторики нет. Все признали, что Крым – это Украина. И в военной тактике держать под огневым контролем позиции российских войск и российской техники в Крыму – это жизненная необходимость для того, чтобы мы могли иметь успех на поле боевых действий. Сергей, вам огромная благодарность за участие в нашем эфире. Обязательно увидимся. Сергей Лещенко, советник главы Офиса президента Украины, был с нами на связи.